Богоявление или Крещение Господне относится к числу самых значимых православных праздников, поэтому богослужение в этот день совершается с особой торжественностью. Его радость и чистоту подчеркивает белый цвет облачений священнослужителей. В течение нескольких часов, начиная с 9 утра, в храме святителя Николая Мерликийского проходила праздничная литургия. Во время богослужения протеерей отец Валерий совершил освящение воды. В этот праздничный день многие прихожане причастились. Затем, сопровождаемый колокольным звоном, крестный ход отправился к реке Пякупор, где был совершен чин водосвятия. Молитва, произнесенная над Крещенской и Орданью, дарует верующим очищение, здравие и благословение. Священник троекратно опустил крест в проруби, освящая воду в реке. По окончании богослужения отец Валерий окропил прихожан святой водой. Затем губкинцы стали окунаться в купели в знак очищения от грехов и болезней. Делаю третий раз это и нисколько не жалею об этом, очень рада. И не знаю, откуда берутся силы, наверное, потому что много проблем в жизни и хочется с ними справиться. И только, видимо, Господь может нам помочь. Я каждый год купаюсь, уже 23 года здесь. Два года только не купался. А так нормально, чувственно, вера в себя и в Христа. В этом году день, которому полагается быть самым холодным, оказался в Губкинском непривычно тёплым. Термометр показывал всего минус 15. Желающих окунуться в прорубь оказалось немало. Мы хотим уйти в тот мир с чистой совестью. Про народ нельзя забывать, оторваться от него далеко нельзя. Всех с праздником, с крещением, дай Бог здоровья всем. Купание в крещении – обряд для верующего необязательный. Гораздо больше в этот день было тех, кто пришёл набрать освященной воды, веря в её целебные свойства. Бывает иногда, успеваешь, в прорубь окунаешься, бывает, когда не успеваешь. Ну, так, всё равно в этот день вода всякая, целебная и святая, так, под душами, либо так, умоешься, обрызгаешь и всё. В течение всего праздника за крещенской водой можно прийти к церкви. Во дворе храма у цистерн с освященной водой выстроилась очередь. Считается, что она помогает в случае духовной или телесной нужды. Я очень верю, потому что она даёт здоровье, она даёт крещеному человеку здоровье и веру. Можно её разбавлять простой водичкой, пару капель святой и такой. Разбавляем, детям даю пить натощак всегда. Люди в очереди улыбались. Говорят, что крещенская вода чувствует настроение, и донести её до дома нужно со светлыми мыслями. Дорогие губкинцы, сегодня праздник крещения. Я всех вас поздравляю с этим торжеством. Пусть крещенская вода поможет вам омыть всю скверну, как телесную, так и душевную. Живите счастливо, с Богом. Храни Господь. Ирина Заикина, Денис Гонцов. Новости Губкинского.